С начала 16 века, когда мореплаватель Фернан Магеллан совершил первое в истории кругосветное путешествие, люди вновь и вновь пытаются обогнуть землю. Вооружившись литературным названием «20 тысяч лье над водой», в кругосветку собираются отправиться самарские авиастроители. Идея столь масштабного перелета зрела давно. И вот подвернулся отличный повод. Приурочить полет решили к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Цель кругосветки, как утверждают организаторы, не только облететь землю, но и прославить российскую малую авиацию. Показать то, что российская авиация существует, и малая авиация такая, которая может осуществлять достаточно дерзкие эксперименты, как кругосветный перелет. Потому что это требует, прежде всего, надежности самолета. Машины, на которых будут покорять мир, действительно необычные. Самарские энтузиасты из конструкторского бюро под Красным Яром разработали уникальный самолет-амфибию «Ла-8». Он не имеет аналогов в мире по цене и тактико-техническим характеристикам. «Ла-8» стоит чуть больше миллиона долларов, что в три раза дешевле, чем амфибии такого класса иностранного производства. Это летающий джип. То есть аппарат внедорожник, вседорожник. То есть самолет, который может взлетать с земли, садиться на воду, взлетать с воды, садиться на землю или работать просто на воде. Востребованность таких самолетов в мире высока. Но почти все выпущенные на свет Самарские «Ла-8» улетают за рубеж. В России новинку пока не распробовали. Сетуют конструкторском бюро, где трудится около 70 человек. Влюбленные в небо все. И поэтому, когда очередной самолет мы поднимаем в небо, весь завод выходит на взлетную полосу. И вот даже со слезами на глазах смотрит, как этот самолет поднимается, потому что понимает, что это воплощение их труда. На самолете «Ла-8» внедрили трехступенчатую систему автопилота. Новшество, которое в кругосветке, будет весьма кстати. Самый протяженный участок над океаном, который придется преодолеть без посадок и заправок, составит около 3,5 тысяч километров. В воздухе экипажам придется провести порядка 16 часов. Серийный «Ла-8» с такой задачей не справится. Поэтому сейчас на предприятии активно строят модернизированную кругосветную версию. Соответственно, уменьшен вес, улучшены характеристики экономичности, улучшена аэродинамика, улучшена мореходность. То есть машина практически нового поколения. Крылья модифицированного самолета превращены в огромные топливные баки. Нос удлинен для комфортной посадки на океанские волны. Вместе со строительством самолета заканчивается и разработка окончательного маршрута. Весь путь составит около 60 тысяч километров. Большую часть придется лететь над морями и океанами. Планируется, что кругосветку совершат три самолета. В каждом будет постоянный экипаж и сменный. Причем во время посадок он будет обновляться. Принять участие в знаковом путешествии пожелали многие известные россияне. Делятся организаторы. Мы пролетим около 30 стран. Пропланируем пересечь. Естественно, самолеты многоместные. Народу мы с собой можем взять много. Ну, не на всякий, конечно, перелет. Но в основном можно будет лететь шестером, допустим. И, кроме того, машина настолько простая в управлении, что она доступна в управлении пилоту-любителем. Старт кругосветки намечен на конец февраля-начало марта 2014 года. Вылет состоится из Сочи. Вернуться в Россию путешественники-авиаторы планируют через два с половиной месяца. Возможно, в одном из самолетов окажется и самарец Владимир Сорокин. Он готов поделиться опытом покорения мировых столиц, пустынь и океанов. 17 лет Владимир колесил по планете. Пять лет из них крутил педали велосипеда. На железном коне Владимир Сорокин проехал Турцию, Иран, Пакистан, Индию, Таиланд, Малайзию, Индонезию и еще не один десяток стран. Первое путешествие он начал в 1994 году. Из Болгарии отправился в Австралию. К тому же своим переездом он доказал, мировое турне может быть вполне бюджетным. Общий круг до Австралии и обратно 50 тысяч километров, из которых 20 тысяч я проехал на велосипеде. За 13 месяцев потратил всего 350 долларов. На ночевки везде я потратил только один доллар. Примерно 100 долларов на еду, 190 долларов на визы. И вот так вот я проехал. Свой велосипедный маршрут путешественник проложил в обход туристических троп. Романтика Владимира Сорокина. Спать в горах и пустынях, в лесах, жилищах йогов и аборигенов. Как можно сорваться с места, бросить дом и отправиться на встречу приключениям? Для Владимира ответ ясен. Мне всегда не нравилось жить скучно. И когда я подумал, что каждый день я буду ходить на работу и возвращаться, смотреть телевизор и ложиться спать в тапочках, мне это очень не понравилось. Я хотел не знать, что со мной случится каждую секунду. Поэтому я выбрал путешествие. У меня это была мечта с детства. Совершенно авантюрная, на первый взгляд, затея с велосипедной кругосветкой в итоге стала почти призванием. Трудности, с которыми приходилось сталкиваться каждый день, с опытом превратились в быт. Всего велосипедист совершил 14 путешествий. Сменил 4 велосипеда, 12 пар обуви, 27 пар шин. После австралийского турне Владимир Сорокин объехал 20 стран Европы, затем Скандинавию и Африку. После можно было покуситься и на Америку. Это было восьмое путешествие. Я стартовал в Монреале, в Канаде. Доехал до Ниагарского водопада через Торонто и Ниагару. Оттуда Буфулу, Нью-Йорк, Вашингтон, Техас, вся Мексика до полуострова Юкатан. В Америке путешественник задержался на 5 лет, но все же вернулся на родину. Хотя страсть к путешествиям не угасла. Теперь посмотреть на землю он жаждет с высоты. Я узнал о Красном Яре, и мне бы хотелось тоже участвовать в этом путешествии, потому что я мог бы быть лоцманом в этом путешествии. Я знаю, где перелетать, где садиться, как разговаривать, знаю иностранный язык. Был бы счастлив, если бы меня пригласили участвовать в этом путешествии. Владимир проехал около 60 тысяч километров, столько же, сколько составит маршрут кругосветного перелета. Самарский путешественник может стать одним из членов почти звездных экипажей ЛА-8. По крайней мере, карты уже готовы, и багажа много брать не придется. Привык путешествовать налегке. А российская авиация после длительного простоя все же начинает возрождение, показал очередной авиасалон МАКС-2013, на котором за пару дней были заключены контракты с иностранными партнерами на десятки миллиардов долларов.